так ну всем привет сегодня хочу показать вот такой заказ для одного южнокорейского магазина слой ножи 60 миллиметров все полированы рукояти орех красный граб зеленый граб синий граб и 5 клинков тоже 60 миллиметров клинки отдельно продаются только с финишем сатин без полировки полированные лезвия идут только на ножах готовые что хочу сказать еще сразу ответить на ваши два основных вопроса это стабилизированная древесина нет это не стабилизированная древесина это обычная древесина древесина граба семейства березовые просто прокрашена что я с ней делаю второй вопрос я ничего с ней не делаю я такую покупаю вот она идет брусками я и такую покупаю как и украсит чем и украсит какой потом сушит не знаю продается у такими длинными палками по 80 сантиметров либо брусками длина лезвия на всех вот этих ножах 60 миллиметров так чехольчики на лезвиях из кожи кожа 2 миллиметра простой такой отрезать с полоска кожи отрезается шнурочек сворачивается один конец приклеиваю второй конец свободный это для возможности подтягивать чтобы плотно не к сидел чехольчик сейчас покажу еще здесь зеленая кожа чехольчики зеленой кожи но есть у меня зеленая кожа почему бы сюда не сделать чехольчик из зеленой кожи гармонично бы смотрелось если бы и здесь чехольчики были бы из красной кожи и синей кожи соответственно но к сожалению нет у меня кожи такой в чем сложность этого заказа в том что все рукояти должны быть одного размера должны быть одинаковые при ручном производстве у меня полностью ручное производство у меня нету чпу станков которые бы эти контуры повторяли бы там и рукоять там отличалась плюс-минус миллиметра вот сложность в том чтобы это рукоять была по толщине одинаковая по ширине по длине но длину как бы подогнать это не проблема вот в этом вся загвоздка так вот покажу сейчас вот еще синий граб классная штучка но зеленый граб я думаю все видели стали на всех ножах 9хф термичка на 60 60 одну единицу толщина лезвий 2 и 2 и 2 миллиметра при покупке лезвий отдельно обращайте внимание на вот это плечико она сделана специально чтобы при монтаже клинка в рукоять плечико чуть-чуть уходила тоже рукоять осталась такая небольшая дулька вот с этой стороны для удобства заточки если вы любите лезвие выходящие из рукояти тогда вы просто-напросто можете посадить глубже хвостовик брусок и все вот так вот вклеивать лезвием такой вот монтаж это неправильно у вас нагрузка будет более тонкую часть хвостовика и при боковых нагрузках есть шанс сломать клинок для этого есть вот это плечико даже погружение на 2 миллиметра в рукоять значительно уменьшит риски сломать клинок ну по крайней мере у меня такого не было чтобы у меня чтобы мне писали что сломался клинок как-то ломал я лично один раз сам ну тогда у меня плечико было здесь без радиусного закругления был прямой угол и у меня было кривое вклеивание в брусок то есть клиночек во время затвердевания клея чуть-чуть повело я нагревал феном рукоять и пытался в тисках вытащить то есть сильными движениями такими расшатываниями пытался вытащить в итоге просто напросто у меня хвостовик остался в рукояти клинок в тисках ты все так если есть какие-то вопросы пишите спрашивайте оставлю ссылки под видео на инстаграм и на контакт все вопросы там так на ножах уже финишная полировка ножек заточены отполированные острые готовы к работе тестировать для видео я не буду как они там режут строгают это все излишне потому что повторюсь ножи уже готовы чистенькие протертые лизе ацетончиком упаковываю стрейч пленку и отправляю тестировал я перед вклеиванием в рукоять то есть когда еще были клинки чтобы не расходовать материалы и не тратить свое время соответственно проверял качество удержания кромки качество реза на древесине еще будучи клинку клинками клинки термичились одной партии то есть термичка здесь одинаковая так ну и на этом все спасибо всем оставлю ссылку в описании на группу вконтакте на инстаграм где можете задать вопросы спросить что да как если нажим наличие все всем спасибо пока ну Продолжение следует...